Я являюсь аргументатором и руководителем экспертной площадки по транспортным проблемам Новосибирска. И на одно из наших таких мероприятий гостин приезжал в клубки, где мы эту тему разбирали. Я сейчас рассказываю, что за это время произошло. Мы переехали в районы города, то есть мы перестали проводить площадки, начали ездить по районам и встречаться уже с простыми жителями. Там Октябрьский, Калининский и прочих прочих районах. В результате у меня сложилась очень интересная картинка, как видят жители вот эту проблему транспорта. Они ее видят совершенно иначе, чем видят ее специалисты. И результатом всей этой дворной деятельности родилась такая идея создать стандарт мобильного передвижения по городу. То есть некоторый стандарт, который описывает саму такую мобильность. Потому что транспортники меряют ее просто-напросто с момента, когда ты сел в какой-то транспорт, до того момента, пока ты из него вышел. Что с тобой происходит до и после этого, их, собственно говоря, не особо-то интересует. Сейчас пошли какие-то первые попытки о том, чтобы создать пересадочные узлы логистические на речном вокзале, по Берскому шоссе. Но это такие мелкие, вялотекущие шаги. И то они не совсем понятны для простого человека. А простому человеку, у него такое обыденное мышление. Самое первое, мне нужно до автобуса дойти. Дорожки вообще ничейные, да? То есть в муниципалитет, в транспортную систему пешеходные дорожки не входят, да? В управляющие компании они тоже входят где-то там, чет не пойми, на каком приоритете. Поскольку в первую очередь они дворники чистят места под машиной, да? Почему? Потому что автомобилисты это требуют. А то, что сколько людей на этих дорожках ломают себе ноги, да? Вот этот вопрос, который предстоит еще выяснить. Ну, для того, чтобы просто статистика была. Вот. А в принципе существует такое мнение, что девушки в первую очередь на что смотрят? На мужчин. На мужчин, да? Удать? Нет. А. Вот. На ноги, да? На ноги, почему? Потому что это как некоторый показатель. И у населения существует очень четкое такое поверье, да? Что до тех, ну, пока ты дойдешь до общественного транспорта, ты уже грязный как свинья, да? И потом некомфортно себя чувствуешь. Вот. И поэтому вот этот стандарт транспортной мобильности, он себе подразумевает два вида. Один – это передвижение по городу на транспорте, второй – это передвижение на автомобиле. И на полном цикле, вот с того момента, когда ты выходишь, собственно говоря, из дома, да, до того момента, пока ты в него вернулся. Все целиком. И вот под этот стандарт, некоторый такой документ, который простым бытовым лежаком просто описывает такие вещи, что дорожка до транспорта должна быть чистой, транспорт нужно ждать, на ожидание тратить как можно меньше времени, да? Для этого нужно немножко по-другому переделать транспортную систему, да? Вот. И, собственно говоря, ехать в таких-то, таких-то условиях, по теплу, там, по комфортности, стоя либо сидя, да? Платить за это, к примеру, такую-то сумму денег и платить не за миллион, а интересует, сколько вообще в месяц ты из своего бюджета тратишь вообще целиком на передвижение по городу. И там могут быть разные поездки на разных видах транспорта, в том числе, может быть, я хочу, чтобы включили туда такси, для того, чтобы когда тебе нужна сумка из магазина, чтобы ты спокойно туда доехал. И ты просто платишь в общую копилку денежку, это стандарт транспортной мобильности, да? Ты из семейного бюджета тратишь денежку в общую такую транспортную систему, и дальше она распределяется по разным видам транспорта. И вот у меня сейчас такая задачка стоит, что вот эта вот вся новая транспортная система, она будет состоять из куч-куч мелких таких проектиков, да? То есть, к примеру, я хочу сюда привлечь айтишников, компания такие крупные, как Дубльгис откликнулась, пошла туда, да? Со стороны власти заходит AirNix, региональный навигационный центр, в который стекается вообще вся информация о транспорте, да? И это как некоторое такое предложение. Ребята, вот у нас есть такие-то платформы, да? Дубльгис свою платформу дает, там, ГИБДД свою платформу, и теперь давайте придумывайте идеи, собирайте айтишников и давайте создавать проекты и их реализовывать. Для того, чтобы вот эта вся транспортная система, она была удобной, комфортной и доступной. Вот, и вот такую площадку я хочу организовать. То есть, именно как организовать такую площадку, куда можно затянуть там и молодёжь, и креативить идеи, да? И в целом получается архитектурная схема такая, что существует некоторая организация, которая со стороны власти будет регулировать это всё передвижение за навигацию, да? Эта организация, она имеет право вести хозяйственную деятельность. Вот. С этой организацией заключается договор о том, что о создании и продвижении некоторых сервисов, да? Ну, всевозможных сервисов. И дальше мы делаем следующее. То есть, мы сюда приглашаем команды со своими проектами, помогаем их, эти проекты реализовать, но уже в конкретном вот этом комплексе. То есть, если приходит команда с какой-то идеей, да, реализуем проект, и доводим его до воплощения. Этих проектов можно купить множество. У меня там уже с десяток только, ну, к примеру, смотрите, необходимо поделить такси и карсервис. Вот на Западе у них это совершенно разные понятия, да? То есть, такси – это когда я, бизнесмен, купил машину, да? Вложил деньги, у меня наёмные водители, да? То есть, они, ну, как наша транспортная организация. И карсервис – это когда ты просто-напросто имеешь базу данных водителей, да? И рекламную какую-то такую компанию ведёшь и соединяешь водителя и этого, пассажира, да? При этом ты не имеешь ни одного такси, да? И когда они будут на работу, ты тоже не знаешь, не управляешь. То есть, это совершенно такой другой подход, в принципе, да? И мы хотим вот развести, во-первых, такси сделать, отделить от такси, сделать проект по попутчикам, сделать проект по сельским регионам, чтобы там можно было попутчики вести, да? То есть, много таких проектов, которые можно на базе транспорта делать. И для этого как раз нужна такая площадка, как эту площадку организовать, как туда привлечь айтишников, ну, немного разогреть, скачать и довести вообще до того, когда эти проекты будут уже преображать транспортную систему. Вот это я сформулировал вопрос. Ага. Ещё раз можно тогда его повторить? То есть, ещё раз суть вопроса… Суть вопроса в том, что как создать такую, не знаю, там, креативную лабораторию, которая будет генерировать и реализовывать идеи, направленные на то, чтобы вот этот поддерживать стандарт транспортной мобильности. То есть, стандарт транспортной мобильности, он для каждого свой, для пенсионеров один, для богатых людей другой, их может быть там, ну, целая куча разновидностей, да? Вот. Но все они реализуются, во-первых, на нашей дорожной инфраструктуре, на одной территории, да? То есть, в ней объединяются. И задача, как запустить вот эту вот, я не знаю, какую назвать, креативную площадку, которая будет генерировать и реализовывать идеи именно в транспортной мобильности. То есть, есть ли несколько машин, ну, там, несколько десятков, и какой-то диспетчер смотрит, куда там, может вот этот водитель, если человек не обращается, довести вот этого человека? Ну, это как один из вариантов. А какие ещё? Ну, это любые варианты. То есть, приходит, и человек говорит, у меня есть такая классная идея, да? То есть, она... Ну, касаемо транспорта. Касаемо мобильности, да? То есть, это велодорожки, пешеходные дорожки, ну, это же вообще, это донесение информации до потребителя, да? Это осуществление тепла внутри автобусов, это нужно создать тёплые остановки, во-первых, какого фига там стоять в мороз, да? Вот. Сделать информационные остановки, чтобы там было, ну, как-то можно было получать информацию, да? А для того, чтобы эти остановки содержать, их нужно снабдить каким-то параллельным бизнесом. Раньше продавали пиво, да? Сейчас запретили. Эти киоски начинают испытывать какие-то проблемы, да? Возникает целая куча идей, как совместить бизнес, да? К примеру, и остановку, да? И это вот пуля, оно, ну, безграничное. Ну, смотри, тогда, ну, то, что мне сейчас пришло в голову, ну, простое, ну, то есть, как бы, совершенно простое. То есть, если ты говоришь о том, как создать, то есть, ну, первое, это назначить время, ну, стабильное время. То есть, время выделить, время, там, раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц. То есть, не четко его обозначить, ну, не четко его обозначить. Второе, определиться с местом. Ну, и оно должно быть стабильным, это должно быть место. Третье, если ты говоришь о сборе проектов, ну, и креативных, то есть, как бы, ну, четко обозначить, что вот клуб, который, целью которого является сбор проектов по улучшению транспортной системы города Новосибирска, всех идей, всех проектов, в принципе, но и начинать создавать базу. Ну, то есть, третье, это создание базы этих проектов, ну, как минимум. Я просто вижу то, что можно вот прямо сейчас, собственно говоря, сделать. То есть, четвертое, это создать коммуникационный сайт, как бы, вот на базе Google или какой-то другой коммуникационной системы, где начать, ну, людей знакомить, ну, как-то вот, ну, вот так вот, такие вот мысли. О том, как в сарай устроена вот такая же система. Но там очень такое законсервированное, очень долгое. У всех академиков там личный водитель. Но если там, допустим, секретарша, или кто-нибудь еще хочет поехать, ну, это или академик, или если ты очень дружишь с водителем, то ты сам договариваешься. А есть еще одна такая транспортная база, вот, куда звонишь, и там тоже, если водитель свободен, и если есть сейчас свободный водитель, то тебя запросто куда-нибудь доставят. Например, когда я переезжала, мне выделили там огромную такую машину, вот, и водителя, который мне там все помогал. Ну, то есть, там, ну, вот так устроено. Но там это уже все многолетней давности, и все очень закостивимо. Вот, то есть, возможно, уже есть такие системы. Допустим, объединить, ну, если, допустим, тоже с Уран, с какой-нибудь, с Мэви, там, в Мэви наверняка тоже такие есть, вот. И вот все, все вот эти вот организации, которые уже есть, такие транспортные кусочки и их вместе, и потом... Туда, мы не туда, и деятели говорим. То есть, расширить суть вопроса. Ну, поэтому, ну, да, то есть, это базовые такие, то есть, это стандартное время, место, да. Ну, по времени, понятно, это все от меня зависит, а вот по поводу места. Что может быть местом? Да, что может быть местом, и... Есть такая штука, называется лаборатория социально-креативного предпринимательства. Это что за штука? А ты здесь находишься? И есть в этой лаборатории Евгений Дубровин. К нему можно обратиться и спросить у него, Интересно ли тебе, Евгений, чтобы вот, как бы, мы этот клуб проводили, допустим, на твоей территории? Интересно ли тебе, Евгений, чтобы мы проводили все другие расследования на твоей территории? Это по правилам, да? Не знаю. Ну, у нас же идея такая, что если это будет связано с вовлечением социально-активной и креативной молодежи, то да. Ну, тут, да. Да! Вот. Ну, вот, тогда надо просто понять, как это еще. Это возможно. Это возможно. Такой клуб регулярный, невозможный. Видишь, я бы хотел, то есть, снять с себя именно, вот, ну, время это стандартное, то есть, я могу очень легко подстраиваться, например, сегодняшний, да. А вот организовать по месту, для меня это, ну, не совсем... А вот этот транспортный, вот там, где мы были, там, где у нас проходил терем, там вот это помещение? Я не могу брать, но, понимаете, как, вот, про тот консерватизм, да, то есть, там очень сложно проводить вот какие-то вот, ну, креативные вещи, потому что та наша встреча, Кирилл, где про мечту говорили, она, ну, просто взорвала и местное сознание шел. И каждый раз, если так делать, это... Вот. В той отрасли, где последняя инновация была в 1929 году, и светофор, собственно говоря, да. Угу. И с тех пор ничего не интересного. Мне интересно, вот этот клуб, он с кем будет взаимодействовать? То есть, сам клуб, он с кем взаимодействует? Я вообще хочу пригласить туда в эти, в покровителей губернатора. Нашего? Просто по большому. А? Нашего? Ну да, этого клуба. А? Этого клуба. Да, 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 да. Ну, потому что по задачкам, которые там нужно решать, только он, в принципе, может... Что будет результатом клуба? Проекты. То есть, как конкретные проекты... Конкретные проекты. Но уже на той платформе, которая будет поддерживать новый стандарт анатспортный. А по пробкам есть какие-нибудь идеи, как ликвидировать пробки? Да, ну, этих идей десятки. И для того, чтобы их реализовывать, нужно как раз вот подобные инструменты. Как ликвидировать пробки, ликвидировать? Просто скажите, самая первая по пробкам, это просто-напросто применить систему управления к пробкам. Когда ты управляешь чем-то автомобилем, да, тебе нужно видеть вообще, собственно говоря, то пространство, в котором ты управляешь. Сейчас. Этого никто не видит. Надо ответить на вопрос, откуда и куда перемещаются люди, не может никто. Этого никто не знает. Понимаете? То есть, единственное, есть информация, к примеру... Почему? Это же можно отследить. Есть GPS и... Я говорю, что на данный момент этого никто не знает. Знают только, к примеру, вот есть точки какие-то, к примеру, речной вокзал. Ну, знают, что там 145 тысяч в сутки автомобилей проезжают. Ведь чувак, откуда они куда еду. И в этом плане... То есть, действительно, отработана методика только фиксация определенных точек. То же самое с общественным. То есть, можно поставить береги и фиксировать... О-о-о! О-о-о! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, мы все ждали. Ну и, чтобы не быть... Раздевать, посмотри. Да, представляешь, одно из следов. Герои. Смотрите, чтобы не быть голословным, да, если, когда говорю, никто не видит, откуда и куда, да. Во-первых, смотрите, существует база данных. Существует база данных ГИБДД, где стоят вообще эти автомобили, да. Существует база данных налоговой, да, собственно говоря, о юридических адресах и о том, где находится предприятие, да. Существуют всякие разные сервисы, которые позволяют вообще, в принципе, просто человеку зайти и обозначить, что я живу здесь, работаю вот здесь. И езжу, выезжаю во столько-то назад, его обращаю сюда, да. Плюс существует GPS, плюс существуют сотовые операторы, и у каждого из нас есть сотовый телефон, да, и он четко отслеживает местоположение, где ты находишься. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну да, на таком бы транс. Ну, что вы же почти. Ну, не так просто, но, да. Ну, вы же, возможно. Я почему это говорю? Потому что, если я перечислил порядка пяти способов только так, на вскидку, да, и ты уже еще больше, да, Следовательно проектов, на базе этих способов, можно было несколько десятков, как минимум, да, собственно говоря. Это я только по одному, да. А это направление, их десятки. И я веду к тому, что от этих проектов принципиально можно быть несколько сотен только транспортно-сельмейские. А у вас какая связь с государством? Ну, то есть, как вы говорили, на сколько сейчас? Ну, смотрите. Кому нужны будут такие люди? А? Кому нужны будут такие люди? То есть, как они нужны? То есть, как они нужны? Ну, они как раз нужны тому, кто не хочет свой бизнес проводить в пробках. Ну, это вот население. 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 Смотрите, здесь, получается, цифровые группы. Тот, кто не хочет стоять в пробке по населению, да. Поскольку, если город становится полом, экономика сразу-то начинает тормозить, да. И бюджет региона недополучает деньги. Следовательно, государство в лице нашей власти, оно заинтересовано в увеличении налоговых поступлений, и оно заинтересовано в том, чтобы город не стоял отрываться, да. Бизнесмены, которые также страдают от того, что люди не приезжают и не доезжают, тоже заинтересованы. В принципе, очень сложно найти... А, ну, единственное, что некоторые цифровые группы... В экскурсии, что они заинтересованы? Они в экскурсии. Да, да. Несколько группы... Несколько группы... Проголожили пятьсотых век, хотели бы отказать города, чтобы не было этих пробок, потому что донесать, как это Новосибирск, мобильный промышленный город, если здесь, чтобы делать одно дело, мы там... Один день. Да. Вот. И в этом плане они заинтересованы. Они заинтересованы. Да. В Брукке даже больше, чем в Москве во время. Да. Ну, если город... Ну, если город концентрат... Ну что ж, Кыгей, твои двадцать минут завершились, быстро, как один мех. А, что было... Ч-ч-ч-ч Ч-ч... Что было для тебя ценово? Ну, во-первых, это из всего этого губка выдернуть какое-то направление и попробовать его с... формулировать так, чтобы это было понятно и доступно. Это очень хорошая тренировка, сама атмосфера и, в принципе, опять же, возможность реализации, опять же, тоже здесь и сейчас. Потому что вопрос времени просто не изучается, вопрос по месту он договаривается. База проектов сайта, которые можно делать плохое движение. В принципе, по большому счету, если мы сейчас с Евгением договоримся, то место устраивает в центр города. В принципе, почему бы и нет. А если не договоримся, найдем другое? А? А если не договоримся, найдем другое? Ну что ж, давайте поблагодарим Андрея за смирность. Денис, ты как опоздавший? Обязан на комиссию торта. Да, обязан на комиссию торта. У нас представление. Я напомню, что у нас есть пять вопросов. Я, правда, не знаю людей, которые бы тебя не знали. Я. О, шикарно. Тогда я напоминаю, что у нас в момент знакомства есть пять вот таких вопросов. Хорошо. И я предлагаю тебе представиться, ответив на эти пять вопросов. Меня зовут Денис Афанасьев. Я изобретатель, который пытается воплотить свое изобретение в жизнь.